Пришел я в джиу-джитсу, это когда я поехал первый раз в Америку, я поехал вообще туда выступать по ММА, познакомился со всей системой тамп-плэнс, как тут все происходит и понял, чем я занимался раньше, для моего понимания это было не джиу-джитсу, то есть у меня вот именно затянула сама атмосфера, вот именно в зале. Огромная-огромная вариация просто сабмишенов, атак и так далее, и очень сильно, вот что меня радовало, это что каждый человек в темп-плэнсе, где находился, что он борется в своем стиле, и то есть я понимал, что я могу выбрать свой стиль и с ним вот именно двигаться, и вот когда после первого раза в Штаты вот я приехал, тогда у меня полностью затянуло, я больше сам по себе кайфарик, ну то есть я люблю отдыхать, там что-то вот эти вот дела, и в ММА я понял, что ну я не вывезу, то есть мне надо меньше кайфовать, а джиу-джитсу ты можешь это все делать параллельно, вот и остался с джиу-джитсу. То есть до джиу-джитсу у тебя было ММА, да? ММА, да, ну я каратэ занимался очень много, то есть у меня первый кю вроде бы, да, первый кю. Да, 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 я вот лет 9 занимался, потом ударными видами спорта, то есть я раньше воспринимал партер это типа фу-фу-фу вообще, что он там, а потом в Америку съездил и понял, что это нормальные вещи, конечно все. Сколько лет прошло с этого, наверное, ну в каком году это было? Ну я занимаюсь получается года 4-5 всего, то есть вот именно вот, ну целенаправленно джиу-джитсу именно. То есть до этого естественно ММА, треугольники всякие знал там вот это вот, но вот именно вот ушел вот, ушел глубоко и начал постоянно об этом думать часов 15 сутки каждый день, то это вот лет 5 где-то примерно. Я считаю, что начинать надо с базы, то есть надо в любом случае им поехать к тренеру, кто шарит в этих сабмишинах, в этих ногах, то есть понять вообще вот именно всю структуру болевых. То есть если он поймет структуру болевых, то есть меньше будет травм. Если он сразу будет пробовать делать какие-то дикие вещи, то сложно естественно будет травмироваться. То есть ему надо попасть грамотному тренеру, чтобы он все объяснил, где может быть травма, как повернуть коленку и так далее. То есть ну естественно, чтобы интерес у него был, то есть если у него интерес, то осталось дело временное просто и все. То есть я естественно позвал бы конечно к нам, то есть все приезжайте в Templance Корсадар и в Templance СПБ. Я учусь всему, что знаю. Никуда я не уеду из Краснодара, кроме Бали. Знаешь, вот так вот. То есть в Москве, в Питере это здесь круто, но это не мое все-таки, не мое. Здесь просто мерзнешь нереально конечно. Окей, спасибо. Спасибо.